Псадники на берегу были одним из отрядов партизанской крестьянской армии, дравшейся в самарских степях против властей, признавших власть самарского временного правительства. Армия возникла сейчас же, после занятия Самары Чехословаками. Город Пугачевск, в прошлом Николаевск, стал центром формирования. Сюда собирались все горячие головы, кому любо было поездить на конях. Все, кто загнан был знаменитым земельным скупчиком Шахабаловым на нищий крестьянский клин. Все, кто тягался за землю с богатейшими уральскими станичниками. Все, у кого через край переплескивалась душа, рожденная в бескрайних степях, где вольно шумит пшеница, где мужик, понукаеме длительных валов, идет за тяжелым плугом. Противник возникал повсюду, как степной мираж. В селе собирался сход. Богатенькие мужики, унтер-офицеры царской армии, приезжие из Самары, переодетые агитаторы кричали, что нет такого закону, чтобы бедняк, батрак, безземельный бродяга садился править волостью, отнимал у крепких мужиков землю и хлеб. И сход решал слать в соседние села ходоков, чтобы окапывались. Сразу поднималась целая волость. Вытаскивали из потайных мест оружие, проводили плугом борозды на границе, рыли окопы на десятки верст. В иных местах провозглашалась республика с подчинением Самарскому центру. Охрана территории поручалась конница, пехота мобилизовывалась только в случае нападения красных. Для вооружения конницы годились косы, их торчком привязывали к шестам. Такие кулацкие армии были страшны. Они появлялись неожиданно из степного марева, налетали в тучах пыли на цепи и пулеметы красных. Здесь дрались свои. Брат на брата, отец на сына, кум на кума. Значит, без страха и беспощадно. Разбив красных, конница вооружалась пулеметами и винтовками, но кос не бросала. Ни летописей, ни военных архивов не осталось от этой великой крестьянской войны в Самарских степях, где еще помнились походы Емельяна Пугачева. Разве только в престольный праздник поспорят за ведром вина отец с сыном о былых боях, упрекая друг друга в стратегических ошибках. «Помнишь, Яшка, — скажет отец, — начали вы в нас садить под колдебанью из орудия. Непременно, — думаю, — это мой Яшка, сукин сын. Вот ведь вовремя уши ему не оборвал. А здорово мы вас пуганули. Хорошо, ты мне тогда не попался. Хвастай, хвастай, а взяла наша. Ничего, придет случай, опять разойдемся. Что ж, и разойдемся. Как ты был, кулак, так при своей кровавой точке зрения и остался. Выпьем, сынок. Выпьем, батя.